Что такое акварельные маркеры? Для чего используются? Какие особенности имеют акварельные маркеры Дэнкси? На какой бумаге рисовать? Поговорим сегодня в этом видео. Здравствуйте! Вы на канале художника Мария Холдова. Компания Дэнкси прислала на обзор новые маркеры Flowers 12 цветов. В комплекте идет водяная кисть и подарок на бесплатные уроки по рисованию. Палитра рассчитана на рисование цветов. Много розовых, красных, фиолетовых оттенков. Два синих, четыре зеленых. Палитра яркая, но есть пастельные оттенки. Желтый, бледно-розовый и бледно-синий. Так что такое акварельные маркеры? Это маркеры с чернилами на водной основе. В отличие от спиртовых маркеров или фломастеров, у акварельных маркеров настоящая кисточка из нейлона. Маркеры относительно недавно придуманный инструмент для скетчинга, чтобы можно было взять с собой на блендер прессовать и не испачкаться. Легко взять с собой, компактный, занимает мало места. Я думала, что акварельные маркеры это равно акварель. Но это не так. Не на каждой бумаге ими получается рисовать. Но об этом я расскажу дальше. А пока рассмотрим вопрос. Для чего используются акварельные маркеры? Их используют для скетчинга, леттеринга, скрабукинга, для создания иллюстрации, но только под сканер. Так как чернила не светостойкие и на солнышке картинка выгорит. Так как цвета яркие, маркеры подойдут и для детского творчества. Какие особенности имеют акварельные маркеры Дэнкси? Не заметила запах у маркеров? Быстро сохнут. Яркая палитра. Но при этом есть и пастельные цвета. Нужна специальная бумага. Их можно размывать водой. Как работать с акварельными маркерами? Ими можно рисовать как по мокрой, так и по сухой бумаге. Благодаря кисточке можно рисовать тонкие детали. Также все акварельные техники, которые присутствуют в акварели, применимы и в аквамаркетах. Можно использовать маскировочную жидкость, соль, набрызги водой и так далее. Как маркеры смешиваются между собой? Маркеры прекрасно смешиваются. Можно получить благодаря этому новые оттенки. У меня 12 цветов. И благодаря этому я могла получить новые цвета, накладывая один цвет на другую. Например, темно-зеленый мешало из зеленого, фиолетового, синего. Чтобы получить черный, практически все цвета смешивала. Смотря какой цвет вам нужно получить. Можно ли маркерами рисовать на разных поверхностях? Это не так. Даже не каждая бумага подойдет для акварельных маркеров. Нужно подбирать специальную акварельную целлюлозную бумагу. На хлопки не получается рисовать. Чернила быстро впитываются в рыхлую структуру и плохо размываются. Больше всего понравилось рисовать на дешевой акварельной бумаге рыбачки. На гладкой стороне маркеры прекрасно размываются. Вывод, стоит ли пробовать? Я однозначно из эксперимента. Новые материалы будоражат фантазию. Да и мне хватило 12 цветов, чтобы попробовать, что это за материал. Поэтому все зависит от вашего желания тестировать, пробовать новые материалы. На примере василька покажу технику, которая больше всего мне понравилась в рисовании акварельными маркерами. Если у вас есть маркеры, то можете присоединиться. Если нет, то также можно рисовать и обычной акварелью. Рисую простым карандашом эскиз на целлюлозной бумаге. У меня это бахаонг. Начинаю с того, что определяю цветочек овалом. Это границы, где у меня находится само вот это соцветие по крайним лепесткам. Дальше, также легкими движениями, начиная с внешней стороны вовнутрь, делать такие остренькие лепесточки. Каждый вот этот лепесточек, это как такой отдельный маленький цветочек. Смачиваю водой и после этого наношу цвет. И делаю плавный градиент от голубенького к розовому. Для лепестков я взяла маркеры 180 и D163. И на самых кончиках делаю 180. И по мокрой бумаге делаю штрихи. И чем больше вот этих штрихов провожу, тем цвет становится насыщеннее. И получается такой плавный переход от одного цвета к другому. После того, как подсохнет, можно добавить еще полосочек на вот эти лепестки, чтобы добиться вот этой реалистичности. И так прохожусь по всем лепесткам, использую этот метод. Пока бумага сырая, я добавляю необходимые цвета. По рыбачке, конечно, мне больше всего понравилось, но, к сожалению, у меня был дома только всего один листочек рыбачки. В темно-синем номер 103 уже подчеркиваю темные детали. Теневую часть цветочка отмечаю и по краям добавляю деталей. Такие мелкие детали стоит добавлять после того, как листочек высохнет. По мокрому будет все расплываться. Еще я заметила синий цвет. Когда его размываешь, он распадается на два цвета. На розовый и на синий. Для сердцевинки использую 129. Также смочила сердцевинку. И пока бумага мокрая, добавляю разные цвета, чтобы было более живописно. Тычинки черные. И вот их как раз я сделала на Слаева один цвет над рукой. И получился такой интересный черный цвет. Он прям не черный. Такой в синево уходит. Стебелек. Сначала смачиваю бумагу. Рисую сначала светлым желтым 147 номер. Добавляю в теневую часть номер 122. Там и красненького добавила, и синенького в теневую. Тем самым у меня получаются новые цвета. Еще хотела бы обратить на тот момент то, что акварельные маркеры по лужам не рисуют. Поэтому бумагу смачиваем прям тонким слоем воды. Вот этой синтетической кистью с резуаром проводим легонечко и после этого рисуем. И, кстати, еще такой момент. Вот эта кисточка, она открывается не как мы привыкли. Она открывается по часовой стрелке. Просто я, когда только вскрыла упаковку, пыталась ее против часовой стрелки открыть. Мне кажется, нужно производителю про это тоже где-то указывать. То, что в отзывах я почитала на маркетплейсах, и некоторые даже так ломались. Вот эти водяные кисти. Так, и завершающие детали подчеркиваю белым карандашиком. Поделитесь в комментариях, рисуйте вы акварельными маркерами. Нравится вам это или больше предпочитаете традиционные материалы. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. И вот такой вот цветочек у меня получился. Если у вас остались вопросы, задавайте, отвечая на все комментарии. До новых встреч!